Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Карл Сьюэлл и Пол Браун с книгой «Клиенты на всю жизнь». На прошлой неделе мы с вами покончили с трилогией, посвященной эмоциональному интеллекту, и возвращаемся к старому доброму классическому нонфикшену, тому, который про эффективность, продажи, успех и вот это вот все. Карл Сьюэлл, человек, который сделал фразу про «Х-10» или то, что бизнесу нужно вырасти в 10 раз за короткий период, реальностью. Всю свою жизнь он строил одну из самых успешных автодилерских компаний в США. Те, кто немного знаком с этим рынком, знают, какого уровня конкуренция среди продавцов таких автомобилей, как Cadillac, Hammer, Infinity или Lexus. Именно эти машины продавал Карл, и уже в 1968 году его бизнес оценивался в 10 миллионов долларов. А спустя 30 лет цифра увеличилась в 25 раз. Он практик, и тем ценнее его книга, которая, по его собственным словам, и стала причиной такого сногсшибательного коммерческого успеха. Ну, не в том смысле, что книга стала причиной его успеха, а в том смысле, что постулаты, которые он собрал в эту книгу, они как раз сделали его богатым. Весь секрет в том, говорит Карл, чтобы правильно находить и удерживать клиентов. Если мне удалось удержать вас до этого момента, то те, кто слушает подкаст не в первый раз, знают, что сейчас должно начать наливаться вино. А я еще полторы минуты, потом буду рассказывать о том, что нет ничего лучше, чем сочетание интересной книги и вкусного вина. Как бы не так. Я как-то умудрился заболеть аккуратно перед днем всех влюбленных, перед 14 февраля, поэтому при обзоре этой книги вместо вина будет имбирный и очень ароматный чай с медом. Однако, может так случиться, что и это нас с вами не спасет, и я решу покашлять, вы уж простите. Книга в двух предложениях. Постоянные клиенты равно залог успешного бизнеса. Карл Сьюл как раз об этом и размышляет всю книгу. Как найти и удержать покупателей. На маркетинг сегодня уходят все более крупные бюджеты, и поэтому после привлечения клиента главной задачей становится как раз постоянное поддержание интереса и создание такой атмосферы, в которой человек будет покупать, 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 покупать. Помимо этого люди стали более образованы в своих правах, и они стали все более требовательны, хотят все более хорошего сервиса, сервисного обслуживания, и чтобы их удивляли, эмоционировали. И, в общем-то, про это все говорит автор наряду с практическими советами и рекомендациями по работе с клиентами в этой книге. Перед тем, как начать, еще один маленький факт. Дата выхода первого русскоязычного издания 2005 год. Бизнес на книгах устроен таким образом, что тираж, который вы печатаете, равно одно издание. То есть, если вы его распродали, вы не можете просто взять и допечатать еще несколько экземпляров, чтобы продать их тоже. Вам нужно делать уже следующее издание. Чем больше изданий, тем, соответственно, книга популярнее. Ну, там иногда могут вноситься еще какие-то правки небольшие. Тогда пишется, что это издание второе, дополненное, уточненное или еще чего-нибудь. Но, в общем-то, количество переизданий – это мерило успеха и востребованности книги. Так вот, первое издание было в 2005 году, а сейчас продается 24-е. 24-е издание, книги, клиенты на всю жизнь. Как сказал МАН, это реальный эталон деловой литературы, классика и мастерит. Не будем больше тянуть, поехали. Значит, Карл утверждает, что для удовлетворения потребностей клиента в полной мере необходимо устранять его… Ну, вернее, недостатки не клиента, а то, что ему кажется неправильным, то, что у него болит, то, что он считает своей проблемой. В книге Карл говорит о том, что вы можете интервьюировать человека в магазине, если он пришел к вам в магазин, и делать это лучше всего после осмотра ассортимента уже на выходе. И есть в этом некий такой рудиментарный характер, потому что, ну, во-первых, решение проблемы, какая бы ни была она у клиента, задача нетривиальная, хотя бы потому, что это та самая проблема, с которой он к вам пришел, она редко когда находится на виду. Вы помните, как Филипп Котлер в своем маркетинге «Отада я» призывал нас перестать продавать сверла, а начать продавать дырки в стене. Конечный результат и решение проблемы, вот ради чего, собственно, потенциальный покупатель связывается с вами. И фраза «наш товар лучший», потому что у него лучшие характеристики среди всех конкурентов, или, не дай бог, низкие, самые низкие цены, это вот реально самый короткий путь в забвении. И поэтому, если вам, ну, наверняка вам будет сложно понять, что именно ждут покупатели, приобретая вот эти условные сверла, самый короткий путь просто спросить у них. Хорошо, если есть реальные уже покупатели, можно задавать этот вопрос им, не обязательно для этого ждать, пока они придут к вам в магазин, вы можете просто позвонить, представиться менеджером по контролю качества обслуживания и, в общем-то, за несколько вопросов выяснить, чего происходит, какую проблему решал клиент, когда к вам пришел. Если реальных покупателей все еще нет, то просто соберите целевую аудиторию, которая на них максимально похожа, и попробуйте поговорить с ними, или проанкетировать их в век интернета, сделать это не сложнее, чем отхлебнуть горячего чая с имбирем. Среди всех прочих коллег-конкурентов вас должно выделять умение идти на уступки. Сохранить существующего клиента всегда дешевле, чем найти нового. Карл предлагает делать небольшие вложения в покупателя за счет, собственно, вашего бизнеса. Отказ от какой-то минимальной просьбы может послужить серьезной обидой на компанию в целом. И поэтому Сьюэл говорит, что лучше потратьте незначительную сумму на приятные мелочи в области сервиса, нежели просто потеряйте клиента навсегда. А мало того, потеряйте еще и тех потенциальных клиентов, которые мог привести довольный клиент. Надо отметить, что со времен выхода книги так все ускорилось и клиента ориентированность настолько плотно укоренилась в ДНК практически любой успешной компании, что формулировка про умение идти на уступки, она трансформирована в умение предвосхищать ожидания клиента, все время его удивлять. Через один слайд мы поговорим о том, чтобы давать клиенту больше, а пока просто давайте примем как данность, что компромисс и готовность идти на уступки – это необходимость для формирования лояльности, а лояльность – это необходимость для того, чтобы постоянных клиентов у вас было все больше, соответственно, бизнес процветал. Однако, моя субъективная ремарка к этой книге и к этому тезису в книге будет заключаться в том, что славянская типология бизнеса, в ней очень часто доброта путается с бесхребетностью, и из вас начинают видеть веревки. Те, кто прошел там условную школу бизнеса в 90-е, знают, что коммерсант должен быть жестким, иначе вилы вообще. Поэтому найти вот эту золотую середину между добротой и готовностью идти на уступки и тем, чтобы это не использовали вам во вред, и есть как раз та самая нетривиальная задача. Работайте до последнего клиента. SQL советует обслуживать покупателя именно в тот момент, когда это удобно покупателю, а не фирме. Ну, в общем-то, да, социализированные тезисы про то, что рабочий день должен быть с 9 до 6, и это все, конечно, хорошо, но если вы только-только начинаете свой бизнес, вы будете работать круглосуточно, пренебрегая графиком. И поэтому, ну, понятно, вот на сегодняшний день не вызывает вообще никаких сомнений, что если, например, ваш рабочий день уже будет заканчиваться, а клиент захочет совершить покупку, то вы, конечно же, продлите свой рабочий день и закроете покупку, потому что вы видите, как клиент зажал в кулаке деньги. Не такое однозначное отношение вызывает ситуация, когда клиент уже купил или находится еще в предпродажной стадии и пока просто выясняет какие-то моменты или требует сервисного обслуживания того, что он уже купил. В этот момент через осознание того, что денег у него в руках на текущий момент нет, возникает такое желание перенести его на завтра, на 9.30, 10 или на попозже. В общем, сегодня побыстрее все закончить и отправиться уже к друзьям, к товарищам. Это ложный путь, потому что, ну, Карл говорит, что если мы обсуждаем исключительно сервисное обслуживание, то компания должна быть доступна 24 на 7 по телефону горячей линии или в мессенджерах или еще где-то, потому что послепродажное обслуживание это как раз то эмоциональное состояние клиента, которое либо позволит ему стать вашим клиентом на всю жизнь и привести еще дополнительных вам клиентов, либо отвалиться через какой-то небольшой промежуток времени. Если, вот неплохой пример, кстати, если вы когда-нибудь покупали что-нибудь в интернете или особенно в последнее время в Инстаграме, где сейчас реально максимальная концентрация микробизнесов, которые как раз и демонстрируют примеры тотальной клиента ориентированности, то наверняка знаете, что там не редкость ситуация, когда можно написать вопрос в директ в Инстаграме в час ночи и тут же там минут через 10-15 получить на него ответ. С одной стороны, это фанатики, которые горят своим делом и готовы лично за руку проводить каждого клиента по всем этапам воронки, а с другой стороны, как взмах крыла бабочки на одном континенте может вызвать землетрясение на другом, но именно эти микробизнесмены, как мне кажется, и задают тренды для крупных корпораций, которые в кавычках вынуждены теперь нанимать круглосуточные отделы поддержки, отделы счастья клиентов, отделы отвечающие за то, чтобы давать больше. Люди покупают не вещи, а эмоции. Это четвертый тезис из книги. Карл рекомендует всегда давать клиенту больше, чем он ожидает. У него достаточно подустарившие тезисы про то, что давайте приятные бонусы к покупке, бесплатную техническую поддержку, скидки, программы лояльности формируйте. Я думаю, что это базовые вещи, которые хорошо работали в Америке 70-х, когда Карл как раз у 25 терял свое состояние, а сегодня механизм покупки эмоций или решения проблеми вместе с продуктом-услугой, то есть на первом месте эмоция или решение проблемы, а потом уже сопутствующий продукт или услуга, сам механизм остался все тот же, а удивить человека, давая ему больше, все сложнее. Ведь задача того, что вы даете больше, это удивить и покорить клиента. Так вот, это становится делать все сложнее, поэтому так важен стал тон-офф-войс, голос бренда, о котором сейчас очень много говорят. Это то, как вы разговариваете с клиентом, какие решения вы ему предлагаете и, собственно, как вы отвечаете на вопрос, почему он должен выбрать именно вас и чувствовать себя при этом счастливым. Если до текущего момента, до пятого слайда мы говорили о том, что эмоциональное состояние важно, удивление важно, лояльное отношение, доступ 24 на 7 к вам важен, то сейчас пришло время сказать, что это не более 20% вашего успеха, потому что, по мнению Сьюэла, любезное отношение, как в принципе Паретто, 20% формирует оно, а 80% это про продукт. Вы не придете в ресторан, в котором был суперлюбезный официант и проводил вас, и в застолик усадил, и накормил, и шутку пошутил, но при этом еда была катастрофически невкусной, недоготовленной, и в общем-то продукт все еще решает. Да, позитивный имидж, да, сервис на достойном уровне, но предлагаемый товар или услуга должны при этом быть качественными, то есть вы не сможете за счет этих 20% закрыть 80% товаров. В том, чтобы продукт, товар, услуга были качественными, ответственность лежит на каждом сотруднике. В качестве примера этого тезиса приводится компания General Motors, в которой было 90% качества контроля при отсутствии отдела по контролю, и в общем-то менеджмент решил добить оставшиеся 10%, сделать 100%, ввели отдел контроля, и что произошло, как вы думаете? Не буду просить вас написать это в комментариях, да, в общем-то они упали в качестве, оно сильно снизилось только потому, что каждый из сотрудников просто пометил себе в сознании, что его будут перепроверять, если он где-то накосячит, ничего страшного, ответственность теперь лежит не на нем. И, собственно, вот это вот коллективное такое бессознательное и начало косячить, и качество сильно упало. Славянская школа менеджмента, она помешана на микроменеджменте, микроконтроле, и, в общем-то, во всех процессах нужно участвовать, потому что все же кругом так и работают плохо, и глупые, и, в общем, ничего не делают. Американская школа менеджмента говорит наоборот. Человек свободный, человек образованный, человек мотивированный, поэтому нанимайте лучших, давайте им задания, отходите в сторону, наблюдайте, но ни в коем случае не микроконтрольте. Потому что каждый сотрудник, который отвечает за свою сферу деятельности, если он мотивирован, то необходимость вот в этих надсмотрщиках отпадает. Я бы тут добавил, что это, конечно, очень сильно зависит от позиций, на которой работает человек, потому что если это условная от 9 утра и до обеда маломотивированная рутинная работа, то тут, конечно, как-то нужно придумывать системы контроля. Если же вы нанимаете специалистов высокого уровня, у которых добавочная стоимость высокая, их работы, то отпускайте и пусть они сами. Но при этом, кстати, у вас должна быть скамейка запасных, если они где-то накосячат, чтобы в любой момент вы могли поменять хорошего исполнителя на еще более хорошего. При этом всегда выполняйте обещанное. Вы теряете клиентов не из-за высокой цены, не из-за маленького ассортимента, не из-за происков конкурентов. Чаще всего вы теряете клиентов из-за невыполненных обещаний, из-за завышенных обещаний. В этой главе Карл приводит в пример авиакомпанию People Express. Они снижали стоимость перелета, они вводили бонусные мили, программы лояльности, в общем, обслуживали как могли, но их самолеты регулярно опаздывали. Они пообещали не опаздывать, нарушили это обещание и в конце концов развалились начисто. Этот тезис, он справедлив не только к бизнесу, по отношению к бизнесу, он также к обычной жизни, в отношениях с вашими друзьями, родственниками, коллегами, любимыми. Всегда, если вы что-то пообещали, постарайтесь всегда это выполнить, потому что, в общем, что-либо проговоренное и оформленное в обещании должно быть выполнено в любых условиях и с первого раза именно это поможет вам расти над собой и преодолевать трудности, которые, кроме всего прочего, нужно преодолевать решительно и без проволочки. Если вы виноваты перед клиентом, не юлите, не пытайтесь выкрутиться из ситуации, примите вину на себя, принесите извинения и приступите к решению спора так, чтобы выиграл бизнес. Не вы, не ваше самолюбие, не победить клиента любой ценой, а так, чтобы выиграл бизнес. Карл говорит, вот в этой главе он говорит о том, что когда вы занимаетесь постоянным совершенствованием бизнеса, не существует ситуации, в которых вы проиграете. Даже если у вас украли идею, даже если конкуренты раньше выпустили продукт на рынке, даже если он ниже по стоимости, все равно интенсивная работа над собой постоянно будет улучшать продукт, вы будете делать упор на обслуживание, у вас будет свой tone of voice, свои эмоции, свое решение проблемы и поэтому у вас всегда будут клиенты. При этом, очень важный и интересный, как мне показалось, тезис, уважение к клиентам начинается с уважения к сотрудникам. Персонал не будет уважительно относиться к клиентам до тех пор, пока не почувствует того же самого от руководства. Если вы не закрыли базовые потребности персонала, если вы как владелец бизнеса не позаботились о том, чтобы на рабочих местах было хорошее оснащение, чистота, цвет, воздух, вот это вот все было в порядке и собственные работники работают в некомфортных условиях, то, конечно же, они будут транслировать свое недовольство или свои незакрытые какие-то гештальты, проблемы, незакрытый базовый уровень по безопасности, еде и всему остальному, они будут транслировать на клиентов. И глупо ждать от персонала, который общается с клиентами и сидит на зарплате в условной 100-200 долларов, ему не хватает даже, чтобы снять эту квартиру, там обзавестись с семьей, глупо ждать, что он полюбит своего клиента. У него вообще другой набор проблем, ему бы выжить. Поэтому до тех пор, пока вы не уважаете сотрудников и не обеспечиваете им базовый уровень, глупо надеяться, что они будут уважать клиентов. Ну и вот про золотую середину между бесхребетностью и добротой. У Карла есть правило 500 долларов, это условная цифра, у вас это могут быть какие-то другие деньги. Вы должны просто уметь разграничивать хороший сервис и капризы клиентов. Человек, который занимался продажей автомобилей, говорил, что он может потратить на прихоти покупателей до 500 долларов. Все, что выше, тут уже нужно отстаивать правоту компании. У вас это могут быть условные 50 долларов или какие-то вещи моральные, с которыми вы не будете мириться никогда. Например, хамство. Нет ничего плохого в том, что какие-то клиенты будут отваливаться. Возможно, это не ваши клиенты, возможно, это не сейчас ваши клиенты, ну то есть когда-нибудь позже они появятся. Но как природа не терпит пустоты, точно так же и бизнес, в общем-то, если он правильно построен, и все хорошо, на их место придут другие и, возможно, принесут вам гораздо больше денег. Вот такие были 10 основных фактов из книги. Три задачи. Те, кто слушает подкаст не в первый раз, знают, что обычно мы в «Читай быстро» все факты и задачи записываем в букнот. Букнот – это такой блокнот для осознанного чтения, который мы у нас в «Читай быстро» придумали, внедрили и активно им пользуемся. Мозгу, чтобы пометить информацию как прочтенную и обработанную и отложить ее из оперативной памяти в хранилище, нужно, в общем-то, какое-то доказательство, что эта информация и вправду была обработана. Лучшее доказательство – это рукописный текст, который вы взяли и, в общем-то, написали. Можно набрать это в заметках на компьютере или на телефоне, но это позволяет не просто структурировать информацию из книги, а достаточно быстро ее запоминать. А для того, чтобы получить практическое какое-то применение той информации, которую вы усвоили из книги, нужно формулировать задачи. Вот мы так и придумали, что должно быть 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. В букноте есть еще советы по скорочтению, он там такой весь модный, на фотографии можете его увидеть в твердой обложке, и прячется в мягкий чехол, два карандаша, стоит недорого, в общем, мечта любого книголюба. Но если у вас нет букнота, то вы можете записывать это, как я уже говорил, в телефон или на обоях, в любой тетрадке. Самое главное, чтобы мысли формулировались, и из них потом появлялись практические задачи. Тогда каждая книга будет приносить вам максимум пользы. Мои персональные 3 задачи после прочтения книги клиенты на всю жизнь были такими. Актуализировать данные о том, какое решение проблемы покупают наши клиенты, и составить карту по разным сегментам целевой аудитории, и подвериться, что, в общем-то, мы эмоционально все делаем правильно. Второе, автоматизировать каналы обращения клиентов в компанию, чтобы каждый клиент реально получал базовые ответы на вопросы про продукт в режиме 24 на 7. Даже когда нет операторов, даже когда мы не можем ответить, чат-боты. Ну, в общем-то, 80% запросов потенциальных клиентов, они, как правило, сводятся к 10 основным вопросам. Поэтому, если вы их проработаете, то вы уже снимете часть запросов, разгрузите людей, или же сможете удерживать клиента в час ночи, когда никого действительно нет в офисе, но он, обращаясь к вам в чат или в фейсбуке, будет получать автоматические ответы. И третья задача – это выделить группу клиентов, которые за последний год совершили покупки больше, чем 200% среднего чека, разметить их дни рождения, записать каждому из них персональное поздравление. Это про то, что в каждом бизнесе есть клиенты LTV, которых высокая, lifetime value, которые приносят максимальное количество денег. Эта группа не очень большая, часто она работает по принципу Паретта, 20% клиентов приносят 80% прибыли, поэтому вам будет несложно выделить вот тех, кто приносит вам больше всего, и персонализировать к ним обращение, какой-то небольшой подарок, или записать там персональное видео. Это как раз про эмоции, это про то, что сегодня все еще работает. Таким вот был быстрый обзор, быстрый и слегка болезненный обзор книги Карла Сьюэла «Клиенты на всю жизнь». Надеюсь, что вы смогли его дослушать до конца. Обязательно напишите в комментарии, как вам книга, если читали, или согласны ли вы с теми тезисами, о которых я говорил, если еще не читали, планируете почитать или нет. Были ли у вас какие-то случаи с клиентами, которые подтверждают или опровергают кейсы из этой книги. Ну, в общем, ставьте палец вверх, колокольчик, все то, зачем вы приходите на YouTube. Проект «Читайбыстро.буква.инфо». Там мы говорим про скорочтение, беглое чтение, и про то, почему это важно в сегодняшнем мире, для того, чтобы оставаться конкурентоспособным. Вы можете проверить, кстати, свою скорость чтения на сайте «буква.инфо.рапид». Читайте текст, отвечайте на вопрос и получайте сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения, и плюс еще советы по тому, как вам можно эту скорость увеличить. На блоге «буква.инфо.рапид» мы говорим о книгах, о эмоциональном интеллекте, о памяти, о мнемонике, о мнемотехниках, обсуждаем наши рабочие тетради и букноты, блокноты для осознанного чтения. В Инстаграме тоже мы есть, буква.инфо. Подписывайтесь, будем ставить друг другу лайки и дружить. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеюсь, через неделю будет новый выпуск и новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.